Вот сейчас я стою и не верю своим глазам. Ужас. А что это? Оторопь и возмущение среди, казалось бы, ко всему привычных старожилов Арбата вызвала вывеска на доме 4. То, что на французском деликатно обозначено как кандомерия, по-русски оказалось беззастенчивой и наглой презервативной. Россия всегда была высокодуховной страной, понимаете, с интеллектуальными людьми. Но вот после такого названия, я больше чем убеждена, она превращается в помойную канализацию. Давайте пип-шопы откроем, как за границей, чтобы оттуда распаленные мужики вылетали. Разгневанная общественность ринулась было в отчак разврата, дабы призвать похавников к ответу. Однако внутри застали лишь рабочих. Я понимаю, что деньги не пахнут, да, но не до такой же степени, простите. Степень, ну нормальное название, презервативное. Тем временем страсти накалялись, подтянулись активисты общественных организаций, готовые сражаться с идеологически чуждыми изделиями номер два. В общественном поле уже давно ведется дискуссия на примере того, что правда ли план Далеса или нет. На примере таких магазинов мы понимаем, что это абсолютная правда. Однако владельцы магазина пытались отрицать, что торговля контрацептивами – часть коварного плана Далеса по моральному разложению народов СССР. Наш магазин, он настолько помогает вообще будущему, что даже не знаю, что… Каким образом? Ну, во-первых, детская беременность, детские аборты у молодых девушек. То есть вы боретесь за здоровье народа? Мы боремся, во-первых, за здоровье народа. Они бы, по крайней мере, хотя бы название сменили. Но не вот так же откровенно, понимаете, плевать порядочным людям в лицо. Измученных клубничкой старожилов Арбата можно понять. Здесь уже работают несколько круглосуточных секс-шопов, а также музей телесных наказаний и прочие двусмысленные заведения. А музей чего у вас здесь? Нет, я… Как нет? Нет. Ой, а вот здесь написано «Музей истории проституции». А кто нам проведет экскурсию? Покажет экспонаты? Экскурсии нету по музею проституции. А почему? Ну, нету, мы не проводим. Ну, как же так? Ну, так. А почему вы спрятались в туалете, скажите? Я не хочу с вами общаться. Ну, вы же экскурсовод. Не имею право, я не экскурсовод. Арбат превращается в улицу Красных Фонарей и вообще криминальный район. Но и владельцы еще не открывшейся кандомерии формально никаких законов не нарушают. Спрос, как известно, рождает предложение. Лет 30 назад в этом здании был известный на всю столицу бакинистический магазин. Потом комиссионный, скупка, кафе. И вот дошло до презервативов. Алексей.